Осенью 70-го года в американском городе Колумбусе Алексеев впервые стал чемпионом мира. 28-летний Василий Алексеев из России теперь будет внесен во все официальные источники, как самый сильный писал в те дни газета Citizen Journal. Он родился на Рязанщине в трудные военные годы. Затем семья Алексеевых переехала на север в Рочек-Дур. Здесь, в таежном поселке, он увлекся тяжелой атлетикой. Вот его первая штанга. Выиграв поединок с Мангом на Олимпийском помосте Мюнхена, Алексеев прибавил к званию чемпиона мира и Европы звание олимпийского чемпиона. А на 21-х Олимпийских играх, собравших всех сильнейших атлетов мира в Монреале, Василий Алексеев стал двукратным олимпийским чемпионом. Начиная с 1957 года, советские атлеты на мировых первенствах почти не знали поражений в сверхтяжелой весовой категории. Только Василий Алексеев, восьмикратный чемпион мира, победитель Олимпиад в Мюнхене и Монреале, установил 80 мировых рекорд. А разве мало у него было соперников? Христо Плачков, Рудольф Манг, Серж Рейнг, Герт Бонг, и это только на рубежом. Все они вот-вот, казалось, станут первыми супертяжеловесами мира. Да, так думали многие. Взять хотя бы и этот московский чемпионат мира с 1975 года. Накануне дома, в Болгарии, Христо Плачков побил мировой рекорд Алексеева и, окрыленный успехом, заявил журналистам, что станет чемпионом. Когда же они встретились в Москве, на помосте остался один Алексеев. Что значит побить мировой рекорд сегодня? Это значит открыть в себе то качество, ту способность, которую мы откроем через год, через два у других, а через десятилетия у многих. Это значит поставить новую веху на пути спортивного возвышения и сказать другим, почему бы и вам не испытать свои силы. Это трудно, но не так трудно, как еще думали совсем недавно. Новые пути в спорте прокладываются так же непросто, как и в жизни вообще. Поединок продолжается. Держи, Валера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok